спасибо вам ребят посидите это я вас сниму на на побудьте в себе не торопитесь просто это нужно прочувствовать осознать про грехи хорошо ребята да отлично спасибо что сказали давайте если интересно в я пару слов буквально хочу сказать что про чем вредно прелюбодеяние чем она не хорошо очень буквально пару слов как мужское так и женское когда мы занимаемся сексом да не в браке нет нет это то когда мы занимаемся сексом для удовольствия меняя партнеров пришло откровение недавно буквально два дня назад я разговаривал здесь одним из молодых человек людей которые я вижу его очень много он соблазняет девушек и занимается чувственным удовольствием мы с ним поговорили я хотел просто донести ему до его понимание что он делал что то не так хотя первое желание мне было пытать ему в пыку ну когда я пристал что здесь моя сестра да и он моей сестре пристает у меня было такое желание но когда к нему подошел как то какое-то чувство я пытаюсь развивать это на мосте мудро да преклоняться перед каждым божественным человеком как бы он не был я преодолел это желание слава богу вот ну в конце разговора он задал мне вопрос а что плохого в том что я мы обменяемся по любви друг другу ей хорошо мне хорошо и проблемы в этом и видно вопрос самом деле в чем проблема и мне тут пришла такая мысль я хочу с вами поделиться с ней может быть она вас откликнется тоже мысли следующие закон телегании и вы кстати знаете что прелюбодеяние это тяжкий грех один из да я не знаю как других но в крестьянстве точно да прелюбодеяние это один из тяжких грехов и и мысль которая пронзила меня была следующая закон телегании все знают да закон рита это когда остается энергетический отпечаток всех партнеров с которым мы имеем сексуальную близость все понимают чем говорю я столько только мы вступили близкие отношения сексуальные по законам духовным мы уже делим карму то есть грехи с этим человеком пополам понимаете да перемотаем на ус сколько человек я имел близкие отношения вот у со всеми я у то все делю пополам всеми делю не только в мое родное с чем я пришел сюда но и то что я получил еще от других женщин я с машей с сони с гульфия гульфия на рима с каждой по чуть-чуть набрал и отдаю этой новой девушки а представьтесь эта девушка которая с чистыми намерениях это мужчин когда чистыми намерениях хочет строить отношения для создания семьи а я таковой не имею то что я просто наслаждаюсь ну я хочу сделать удовольствие и хорошо мне хорошо какие проблемы она этого не знает я своей близостью передаю и все карму грехи всех тех женщин с которыми я переспал и это бедное существо не знаю все это просто думаю получить удовольствие нормально чисто получает себе дополнительную работу на всю оставшуюся жизнь а может не в одном поколении и вот как вы думаете тот мужчина который это сделал какова его будет ответственность перед этой перед судьбой перед богом и перед этой девушкой который даже не знает представляете у него не будет ответственность он не отвечает ничего не отвечает он ее заразил грехами всех тех женщин с которыми он спал он не передал другими словами зараза венерическая только на энергетическом уровне естественно понимаете какая ответственность вот этих человека который занимается проливодеянием доставляет удовольствие другим женщинам собирая в скоб вот эту всю всех их не грехи в один котел и придает дальше по цепочке но он же и себе тоже это все имеет естественно он себе это так в чем то что он делает сознательно да но грех в чем что он дает это другим женщинам которые к этому не готовы вот если я считаю в этом случае было бы правильно если бы этот мужчина сказал дорогая я переспал с 50 женщинами теперь хочу с тобой ты должна знать что все грехи которые есть у тех 50 женщин поделены пополам и с моей мести передадут тебе не знание не обезнет не освобождает от ответственности да поэтому написано не прелюбодействуй то же самое касается женщин понимаете да вот это то что я хотел поделиться с вами откликается ребят вот мне такое откровение пришло я подумал вау блин это просто это же тяжелейший грех то есть если я считаю что если уж хочешь это делать обоюдно да честно скажи маша у меня было столько женщин знаешь что мы сейчас с тобой будем близость ты будешь иметь половину всех проблем всех тех жизней с которыми я переспал готова ты на это она тоже должна сказать у меня было столько-то Васей готов ты готов вот это будет по честному я сознательно принимаю на себя все эти грехи все соединяется закон рита на простом уровне закон рита по духовным законам делится только ты вступаешь в энергию сексуальную близость человеком ты делишь с ним все пополам все хорошее и нехорошее вместе с ним но если он спал все в это время с королевами самый высшего уровня у них самая классная благочестивая карма тогда наверное это было бы счастье переспать с ним согласны согласны так вы спросите да с какими королевами ты спал тогда я с тобой тоже поделюсь этой энергией я готова взять ее на себя да смотрите ваша философия мне очень тоже близка и принимаю но например если там встречаешь молодого человека да и ты понимаешь ну как бы по душам тебя отвлекаются да там у вас есть там период там около года без секса да там вы вступаете вы понимаете оба что вы хотите отношения сексуальных после того как произойдет мельчание да и вот 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 но у него вот до этого момента были что теперь делать да вот что теперь делать ребята для этого есть такое понимание насорил нагрешил давай отрабатывай есть такое понимание чистка чистка очень сложная она нелегкая если вы читали сказки старые можете вспомнить когда перед тем когда король королевич поженились молоко омывались ну это образно да молоко омывались а почему молоко хотя русские сказки сказки русские да по ведической традиции молоко считается это божественный продукт который очищает даже к навоз корове да очищает и я понимаю что это таким образом как физическое омовение и энергетическое очищение это в сказке но на самом реальности здесь нужно проводить очень большие энергетические чистки молитвы мы молимся мы совершаем определенные обряды берем на себя аскезы для того чтобы очиститься это занимает не один день это занимает дни месяцы зависит от того сколько ты начистился напачкался это можно и это нужно поэтому по ведической традиции прежде чем создать детей зачать детей мы должны почиститься обычно год уходит перед тем как создать детей зачать детей после женитьбы потому что этот год они соблюдают определенные обряды определенные аскезы для того чтобы очиститься от предыдущих грязей отношений и призывают душу своим аскетическим поведением призывают ту душу которая будет призвать божественную душу гения какого-то душу которая придет в это тело и сделает Господа призвать своего образного если это возможно своим поведением чтобы она оплотилась в теле вашего чада это тяжелый труд то есть если вы ну это нужно делать потому что мы все сегодня в этот период у нас нехватка знаний мы рожденные на этих территориях это наша карма мы должны здесь родиться мы не родились в мусульманских странах там где индусы где все в этом плане хорошо семье семье нет этого у нас но мы это принимаем и мы это работаем наша задача Женские аскезы отличаются отличаются сильно мужские аскезы направлены на физическое мужские женщины на женские качества это женщины аскезы на работу своими эмоциями быть смиренной не психовать направлять все на себя свои расстройства и так далее то есть именно те которые женские качества есть вот она с ними работает улучшая их мужчина Улучшает свои мужские качества Должен быть сильный, напористый Защищать, добывать Учиться Направлять и так далее Вот это и аскеза мужская То есть такие понимания Холодный ледяной душ Через не могу для женщины это не очень хорошо Это вырабатывает мужские качества Не знаешь, что она вообще не должна закаляться Ну по чуть-чуть, чтобы это не было Не было так, что она Чтобы она стала мужиком Любая деятельность, которую женщина делает Для аскеза, не должна пройти у мужика А мужчину в женщину Все Все, ребята, благодарю вас Спасибо вам огромное еще раз, что вы пришли Спасибо, если будет интересно Приходите на следующий наш тренинг Через день, завтра у нас будут знакомства Мы как правильно делать В то же самое время Завтра знакомства, а лекция Продолжение этого темы Будет послезавтра у нас Ой, завтра Да, послезавтра